Сегодня в Молдове и Болгарии начались досрочные выборы депутатов парламента этих стран. Голосование за народных избранников продлится до 8 часов по местному времени. В ходе выборов в Молдове предстоит избрать 101 депутата парламента на 4-летний срок. На депутатский мандат претендует 1791 кандидат. Выборы проходят по привычной для Молдовы пропорционально избирательной системе по партийным спискам в едином избирательном округе. За депутатские мандаты борются 20 партий, 2 блока и 1 независимый кандидат. Каждое политическое формирование имеет право внести в свой список не более 103 кандидатов. Ну а что касается Болгарии, в выборах участвуют представители 23 партий и коалиции. На 240 депутатских мест претендует более 5000 кандидатов. За ходом голосования будут следить около 3000 наблюдателей, в числе которых и депутаты парламента Азербайджана. А наш корреспондент Лидия Молодцова находится в посольстве Болгарии в Баку. Она с нами на прямой связи и поделится информацией. Здравствуй, Лида. Пожалуйста, тебе слово. Ли, здравствуй. Досрочные парламентские выборы начались сегодня в Болгарии. Граждане выбирают своих представителей в 46-е народное собрание. Отмечу, что выборы начались в 7 часов по местному времени и в 8 часов по бакинскому. В стране открылось около 13 тысяч избирательных участков, на которые до 8 вечера смогут проголосовать более 6 миллионов человек. Еще около 800 участков открыты за рубежом. Отметим, что выборы в Болгарии проходят в условиях чрезвычайной эпидемиологической ситуации. Из-за коронавируса, в связи с чем, обязательно являются это соблюдение физической дистанции в полтора метра, масочный режим, ну и естественное проведение дезинфекции. За ходом голосования, как вы уже сказали, будет следить свыше 3000 наблюдателей, в том числе около 20 парламентариев. Отмечу, что Болгария – это парламентская республика. Народное собрание состоит из 240 депутатов. Их избирают всеобщим народным голосованием на 4 года. Партия проходит в парламент, если за нее проголосовало более 4% избирателей. Ну что ж, мы вернемся в студию и расскажем более подробно чуть позже. Спасибо большое. Лидия Молодцова была на связи со студием. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова